Даже стесняюсь спросить, что происходит. Да вот Кэп решил заняться продажей резиновых изделий. Всё банально, деньги на нанат нужны. Да не бзди, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Оу май, вот это подойдёт. Ну и Кэп Монголол, вышибатель. Кидокопадия Детак Добка представляет. Хороший ствол номер 3, или ПКМ Зенит Варфейс. Эй, рачишка, о чём задумался? Да я вот тут подумал, Кэп, если пулемёт у нас называется Зенитом, то выходит все, кто будут с ним бегать, теперь официально Зенитчики. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин и Капитан Очевидность. И вот, наконец-то, мои клешни добрались до новиночки ПКМ Зенит. Должен признать, что ствол выглядит весьма сексуально. Великолепный внешний вид, анимация, годный звук, чувствуется истинная мощь в руках. Но помимо внешнего вида, собственно говоря, и на деле, данный агрегат весьма неплох. Твой тон, дорогой друг, говорит нам о том, что ты описываешь очередную имбу. Есть такое, Капитан Очевидность, но это на первый взгляд. Давайте поговорим о том, насколько данная пушка хороша без модов. У большинства стволов, которые сейчас делают лодусы, картина примерно такая. Ствол хорош, как с модами, так и без них. Причем разница, порой, не такая уж и большая. Но у Зенита, друзья, она кардинальная. И дело все в темпе стрельбы. Без модов он составляет всего лишь 400 единиц, и извините меня, друзья, но это очень мало. Да, вы можете вспомнить какой-нибудь Эмбелл, но не забывайте, что Эмбелл был, прежде всего, хорош. Именно благодаря своему подствольному гранатомету, очень мощному. Без него в прямом противостоянии он показывал себя куда скромнее. И тут ситуация точно такая же. Без модов, когда у вас 400 единиц темпа стрельбы, играть, прямо скажем, не особо приятно и часто даже больно. Да, я побегал в таком варианте, понагибал в целом, даже, по-моему, два мозголомчика поставил. И плюс-минус, конечно, меня устроило, но вообще не то пальто. Выходить с непрокачанным зенитом на Хелион, ХК-433, Беретту, Таурус и прочие современные нагибные пушки, прямо скажем, не очень приятно. Жопа болит. А какие сборки ты бы посоветовал новоиспеченным зенитчикам? По сборочкам Кэп тут тоже как-то странно и неоднозначно. Сборки люди предлагают самые разные, знаете, какой-то, наверное, наиболее популярной сборки тут в принципе и нет. Зенит, он, знаете, такой, как его не собери, он в принципе всегда неплох, и тут, скорее, знаете, идет такая кастомизация под себя. Вы подбирайте моды таким образом, чтобы вам было удобнее, в общем, или, как вы считаете, более эффективнее. Я заметил, что большинство жалуются на отдачу зенита. На самом деле дело тут не совсем в отдаче, а в разбросе. Тут сочетание даже отдачи и разброса. Часто стреляешь в противника, но как-то пули все мимо головки пролетают, понимаете? То есть разброс, тряска, не самые приятные, хотя и не сказать, что самые жесткие. Потому лично я решил выбрать вот такую сборку. То есть, как вы понимаете, здесь все на отдачу, все на кучность, и в итоге мы получаем вот такую картину. Ультра мягкий ход, ребята, без бана, без смс и регистрации. Полученный результат меня весьма обрадовал. Играть с такой сборкой сплошное удовольствие. Отдачи практически кажется, что ее вроде как нет, все летит кучно. Попадает и нагибает. Ну а что касается множителей, они тут изначально весьма неплохие. Вполне так ничего, гадно тело. Многие предпочитают ставить конечности и торс, кто-то ставит торсы и отдачу, и т.д. и т.п. Но кардинальной разницы между всеми этими сборками нет. Зенит, он неплох в любой сборке. Главное применять уникальный мод, который делает у нас всего 100 патрон, но повышает темп. Есть, конечно же, еще второй уникальный мод, но на практике он, прямо скажем, плохо применим, и его особо не используют. Тогда наш любимый вопрос ребром. Зенит получше будет Харчка и Хелиона? Нет, капитан, очевидность, точно не лучше. При сравнении с ХК-433 или СА Хелион мы можем увидеть, что у нашего Зенита где-то немножко меньше темпа стрельбы, зато вроде как чуть-чуть больше урона и т.д. и т.п. Но скажу вам честно, друзья, вот у нас есть Хелион, у нас есть ХК, и у нас есть наш новый Зенит. И я вам скажу так, это третий годный нормальный ствол. То есть, по сути, все эти стволы, они плюс-минус одинаковые. Если говорить, например, так вот прям кардинально, то типа вроде как самый лучший ХК-433. Но на самом деле, если вы выйдете на Хелиончика, такого опытного, да, то есть такого же как вы, то кто выиграет, неизвестно. Эти стволы примерно одинаковые. То же самое и с Зенитом. Кардинальной какой-то серьезной разницы между этими тремя стволами нет. Они плюс-минус все одинаковые. Они все хорошо нагибают. Все имеют плюс-минус какой-то схожий темп стрельбы и урон. Тогда встает резонный вопрос. А стоит ли его вообще выбивать? Я думаю, капитан, очевидность, что нет. На вашем месте, друзья, я бы за этот ствол кредиты отдавать точно не стал. Он однозначно стоит того, чтобы забрать его, допустим, из какого-нибудь боевого пропуска. Это да, это очень неплохая идея. Вы получите действительно классный, обалденный ствол. Тут надо заметить, что ствол будет особо хорош на каких-нибудь ПВЕшках и режимах типа штурма или доминации. Понимаете, такие массовые замесы, захват точек, надо очень много стрелять. Вот здесь, да, он может быть будет поинтереснее, чем Хелион или ХК-433. Хотя, допустим, Хелион с модом на 60 патронов может сказать этому самому Зениту... Минуточку! Скажу как есть, прямо честно. Зенит-пушка коллекционная и преимущественно, всё-таки, по моему мнению, проходная. Нагиб.